Друзья, если вы когда-нибудь слышали фразу «потный, как свинья», то это нонсенс. Потому что свиньи не имеют потовых желез, и для того, чтобы охладить свое тело, они как раз и купаются в грязи. Поэтому мы, конечно, можем испачкаться, как свиньи, но если мы потеем, мы потеем, как кони. Вообще, большинство животных охлаждается с помощью дыхания. У них мощная респираторная система, и показателем силы кардиореспираторной системы является максимальное потребление кислорода. У МПК мы делали недавно выпуск. У Вити МПК был 35, а у Бори 50. МПК лошади, для примера, 180, а у собаки вообще 240. У человека же водяное охлаждение, точнее, потовое. И пот – это скорее не чистая вода, а рассол. Друзья физкульты, мы, конечно, не настолько натуралисты, чтобы пробовать свой пот. Но если после тренировки мы умываем лицо холодной чистой водой, то на губах остается припус соли. Все верно. Это потому, что с нашим потом выводится большое количество солей и минералов. Пот – это секрет потовых желез, представляющих собой бесцветную, слегка мутную, соленого вкуса жидкость. Пот у человека и некоторых животных является основным средством терморегуляции. Итак, пот имеет целью охладить наш пыл. Но почему он соленый? Соль помогает поддерживать внутри нашего организма водный баланс. Мы знаем, что соль задерживает воду. И давайте поэкспериментируем, как же это происходит. Для этого приготовим два стакана с жидкостью. В одном будет соленая вода, а в другом будет чистая вода. Из клубни картофеля вырежем два одинаковых по диаметру цилиндра. Тот, который пойдет в соленую воду, мы пометили. И оставим на 20 минут. Посмотрите, картофель из соленого раствора стал мягче. Картофель из пресной воды не изменился. Вопрос, какой из них стал меньше в размере? Ответьте вот здесь. А пока вы думаете, я скажу. Вода следует за натрием. Поваренная же соль – это соединение натрия и хлора. И где концентрация натрия больше, туда и следует вода. На этом эффекте, например, основано действие жидкости для промывания носа. Высокая концентрация натрия вытягивает жидкость из отечной слизистой оболочки. Но вернемся к картофелю. Посмотрите, картофель из соленого раствора стал тоньше. В то время как картофель из пресного раствора не изменился. Раствор был пресным, натрия в картофеле мало, вода никуда не двигалась. А тут картофель отдал влагу в соленый раствор и уменьшился. Вывод – вода движется за натрием. Где его концентрация больше, туда направляется вода. А вы как ответили? Грозит ли нам чем-нибудь повышенное потребление соли? Конечно, да. Людям с гипертонией показана диета с пониженным содержанием соли. Поскольку из-за большего количества натрия в плазме крови повышается ее объем. Больше крови – выше кровяное давление. Тканевая жидкость по составу очень близка к плазме крови. Следовательно, при большей концентрации в ней натрия ее объем тоже увеличивается. Получаем отеки. А еще из-за излишка солей образуются камни в почках. Камни в почках как раз и есть твердое отложение из минералов и солей. Ведь в почках они фильтруются и излишки выводятся с мочой. К слову сказать, большая часть жидкости выводится из нашего организма с мочой. Это 1,5-2 литра в сутки. Тогда как с потом 500-600 мл. В нашем случае это дни без тренировок. Но все меняется, как только мы начинаем бегать. Мы теряем с потом уже не 500-600 мл, а 2-3 литра. Иногда больше. Это зависит от интенсивности и продолжительности наших тренировок. Наш организм так устроен, что если из него выводится жидкость, то она обязательно содержит соли, чтобы концентрация солей в плазме крови и тканевой жидкости не возрастали. Поэтому пот соленый. А теперь вопрос. Во время и после пробежки вы восполняете потерянную жидкость тем, что пьете воду. Сохраняете ли вы таким образом водно-солевой баланс? На вкус вода не соленая. Прочитайте название этой воды наоборот. Наивно полагать, что название всегда отражает содержание. Давайте для порядка. Как таковой поваренной соли в нашем организме нет. На этикетках минеральной воды мы тоже не увидим слово «соль». Что же такое соли? Соли – это вещества, состоящие из металлов и кислотных остатков. Давайте разберем на примере поваренной соли. При растворении в воде или в супе, бульоне, слюне, молекулы поваренной соли распадаются на натрий и хлор. Причем натрия, соль содержит 40%, а хлора – 60%. Зная это, давайте теперь почитаем этикетки. Боржоми, например, содержит от 1 до 2 граммов натрия на 1 литр. А что акваминерали? Посмотрим. Так, какие-то крохи калия, кальция, магния. Натрия вообще не видно. Практически как вода из-под крана. При этом смотрите, в одном литре пота содержится примерно 1 грамм натрия. Такое количество натрия содержится 2,5 граммов поваренной соли. Для сравнения, в одном литре боржоми содержится от 1 до 2 граммов натрия. А вот сколько натрия в такой воде, которую мы тоже почему-то называем минеральной. Вот вам еще два примера. Обратите внимание на эту кучку соли. Это плод с той тренировки, которую мы снимали в выпуске «Зачем мы потеем?». Именно столько соли вышло с потом тогда. А другой пример – Iron Man Lanserot, который я проходил в мае. За гонку я употребил порядка 10 литров воды, 1,5 литра кока-колы. После гонки я взвесился, и мой вес был такой же, как и до гонки. Это значит, что я потерял порядка 11,5 литров жидкости. И представьте, какого размера там кучка соли, которая вышла из меня. Если я во время гонки буду пить лишь такую воду, то концентрация солей в моем организме разбавится. А что будет, если концентрация солей в организме снизится? Вы наверняка слышали, с потом выходят электролиты. Или после интенсивных тренировок нужно восстановить электролиты. Электролитами называются соли, о которых мы сегодня с вами говорим. Электролиты – это вещество, которое проводит электрический ток. И подобно автомобильному аккумулятору мы тоже нуждаемся в электролитах. Электролиты – это вещества, проводящие электричество. Но подождите, при чем тут наш организм и электричество? Есть всем известный эксперимент с препарированной лягушкой. Обратите внимание, ток подведен. Но сокращения в этом эксперименте начинаются тогда, когда лягушку обильно посолят. Ну вы знаете, что мышцы приводятся в движение нервными импульсами. Эти импульсы имеют электрическую природу, а соли улучшают электрическую проводимость. А как влияет сила электрического импульса на силу сокращения? Для того, чтобы это выяснить, не нужно никого препарировать и солить. Для этого есть миостимулятор. Прикрепив электроды к концам мышцы, мы можем воздействовать на ее нервное окончание электрическими импульсами. А с помощью прибора изменять силу этих импульсов. Смотрите, низкая силу импульсов – слабое сокращение. Увеличиваем силу тока – сильное мышечное сокращение. Получается, что человек – это электробиомеханическая машина. И чем лучше наш электролитный состав, тем лучше проводимость нервных импульсов. И тем сильнее мы можем напрячь наши мышцы. Мы можем быть заряжены топливом, гликогеном и жирами. Наши мышцы и связки могут быть сильными. Но если в нас недостаточно электролитов, то мы можем испытывать усталость, беспокойство, возможно даже депрессию. И не сможем реализовать весь наш потенциал. Если же мы достигнем критически низкого уровня концентрации электролитов, то это уже риск для нашей жизни. Возможно, вам покажется, что описанные выше солевые затраты могут быть невосполнимы. Но на самом деле в мире сейчас другая проблема – переизбыток солей в нашем питании. Производители добавляют достаточное, иногда переизбыточное количество соли для усиления вкуса и консервации продуктов. Поэтому полноценное питание, которое содержит в своем рационе фрукты, овощи, мясо, рыбу, полностью компенсирует затраты электролитов в вашем организме. Но при большом объеме тренировочных нагрузок или, например, если это марафон или айронмен, сбалансированного питания уже недостаточно. В таких случаях можно употреблять либо специальные напитки спортивные с электролитами, или солевые капсулы. У каждого производителя свои пропорции. Например, вот такие солевые капсулы я использую только в соревнованиях и употребляю одну капсулу каждые полчаса. А после длительных и интенсивных тренировок я пью вот такие растворимые таблетки с электролитами. Также иногда я люблю употреблять действительно минеральные воды и, например, безалкогольное пиво. Друзья, в дополнение к нашим обучающим роликам мы делаем приложение, которое поможет вам на ваших тренировках. Подробнее о приложении и его функциях вы можете прочитать в посте в нашем сообществе. Ну а на сегодня это все.